Как он хлебает! Боже вы! Таким бы личиком и митком хлебнуть! Всем доброй весны! Наконец-то! Плюс 16, плюс 17. Понедельник отметился днем космонавтики, соответственно всю неделю на космонавтику списывать не будем. Будем самое главное делать. Начинаем шашлычный сезон. Ну поскольку живем за городом очень удобно. Любимой жене делаем корейку. Режем. Кстати кто спрашивал, нож у нас в семье уже 10 лет и этот нож не менялся. Спросили, что это? Это волк. Ни разу не точил. В посудомоечных машинах не бывал. Так, нарезаем. Так вот в посудочной машине он не бывал. Заточенные ножи очень боятся горячей воды. Да любые ножи. Их надо промывать максимум теплого, а лучше холодный. Тогда не будут тупиться. Так. Вот такие интересные стыки. Шашлычные у нас получаются на небольшой кости. Поскольку на улице есть вероятность того, что будет ветер, работает сетские болгарки и хлебать пёс будет прямо дома, шашлык будем готовить из тебя следующий. Ну при тебе точно. Так вот. Я забыл о чем он говорил. Как он хлебает, боже мой. Таким бы личиком и митком хлебнуть. О чем мы говорим о тебе? Продюсера о чем мы говорим? Про болгарки соседские. Да. И вот. Пауза. У нас только одна собака. Совершенно несчастный случай. Ладно, собак у нас столько же. Это не рецепт шашлыка. Ничего серьезного тут нет. Нарезаю при вас. Делаю совершенно примитивный маринадик. Соль. Молотый перец. Подсолнечное масло. Ну, скажем так, растительное. Так, берем ложечку и размешиваем. Кстати, учитесь всегда работать одной рукой. Если вы работаете одной рукой, у вас всегда другая чистая. И когда вы что-то готовите, вы режете правой или левой рукой там. Соответственно, та рука, которую вы режете, у вас всегда чистая, сухая. Вот перемешали. Больше ничего здесь не будет. Наливаем. Так, соль. Понятное дело. Возвращаем. Ну, кто любит граммы. Здесь полтора килограмма мяса. Две чайные ложки соли. И чайная ложка перца. Перца. Все остальное по вкусу. Ну, как раз одной рукой я все это дело перемешиваю. Пока я буду разжигать костер. Пока туда-сюда. Пока нанижим все это здесь. Чтобы не мешал ветер и все остальное. Это будет мариноваться. Свинина парная. Покупается в одном месте. Мы там всех знаем. Нас там все знают. Ну, весело. Не просто ходил в магазин, а пообщался. Так, все. Вот она, такая симпатичная. Пусть стоит здесь. Через буквально полтора часа. Включимся и покажем самое главное. Как тяжело нанизывать свинину на шампур. Ну, у нас полтора часа. У вас это одна секунда. После уничтожения одной собаки. Привез другая. Более маленькая. Слышно? Блин, она так хлебает. А, знает, что сделала. Чего вы так клонируетесь? Опять две собаки. Так, ладно. Отставить собак. Давайте нанизывать мясо. У меня шампура широкие, но все равно аккуратно надо сделать. Я хочу, чтобы кость оставалась на одной стороне. Нет. А вот тут надо, на самом деле, два шампура. Чтобы оно не плавало. Пойдем другим путем. Костя. 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 Мы один нанизываем. Остальными не будем вас утомлять. Все, в принципе, одинаково. Конечно, на решетке кому-то удобнее. Мне было лень сегодня отмывать решетку. Ну, из-за ленивый. Работает дольше. Размер своего мангала по ширине я знаю приблизительно. Это вот так вот. Ну и поехали дальше. Сейчас включимся. Ну вот, нанизали. Показываю. Без фальстата, без всего. Вот что получилось. Пакет нужен только для одного. Ну, масло же. Зачем? Чтобы все это капало на пол. Ну и теперь нечем готовить. Пошли. Так. Проверяем. Супер лайфхак. Ни жары, ни дыма. Ну, на самом деле, от настоящих хороших углей никакого дыма не будет. Ну что, достаточно, да? Начнем. Процесс пошел. Не надо тушить никакой огонь. Переворачивайте чаще. Горит только жир. Все остальное сейчас перестанет гореть. и заливайте его ничем не надо. И заливайте его ничем не надо. Ни жир, жир. Ни жир. Ни жир. Ни жир. Ну, это не так. Ни жир. Ни жир. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну в конце опять включимся, чтобы вас не утомлять Димина есть, а огня нет, появляется, переворачиваем Хорошо застыл Ну, шашлычок есть Теперь посмотрим на его готовность Тупой как черт, ну просто вот никакущий топор Этим бы если я порезал мясо, вы поняли, что сухой и не сухой режется Берем вот этот нож Я режу не по салу, по салу можно тоже подумать, что... Даже не вкусный кусочек Ну и самое главное, посмотрим, что у нас на кости Насколько вы видите, ничего не резали без вас Результат Да, кость черная, да, вот она Но она, кстати, черная сверху Потому что на нее в самом конце я и поставил шашлык Кость прогрелась, вокруг нее все тоже Кстати, в отличие от решетки, шампур тоже нагревает внутри мясо Ну, а теперь самое главное А что же мы сегодня собрались? Ну, во-первых, желание моей любимой Как всегда, она консервативная, любит свинину, любит шашлык Самый простой Самый простой я сделал, как ребенка сейчас нарежу Главное, чтобы доедать не заставил Поэтому готовить мне приходится хорошо Но сегодня у нас знаменательный все-таки день Точнее, неделя Это неделя космонавтики Наш великий Юрий Гагарин Алексеевич Полетел в космос благодаря господину товарищу Коралеву У каждой, наверное, семьи есть какая-то история об этом Кто-то помнит, точнее, все помнят Такие вещи нельзя не помнить А в конце я вам покажу маленький лайфхак Чтобы никогда не заставляли своих гостей Брызгать лимонным глазом Так вот Мой отец, как и Юрий Гагарин Учился в летной спешколе для беспризорников практически Но ни Юрий Гагарин, ни мой отец не были беспризорниками Они были, так сказать, дети войны Моя бабушка, мама моего отца Работала связистом военной в Тбилиси А он жил у бабушки У моей прабабушки Жил он в Арженикидзе А город сейчас, может быть, мало кто знает Но это Владикапас Так вот Когда он там жил, он был практически беспризорником Под очень серьезным управлением прабабушки Но все равно со Шпаной справиться очень тяжело И он был отправлен в Академию Не в Академию, а в школу Летную спешколу Которую закончил также и Гагарин Не именно эту А по всей стране Жуков для таких детей открыл школы Бесплатные, мало того, со стипендиями Он у него закончился с серебряной медалью После этого он поступил в Академию Жуковского И вот на выпуск Академии Жуковского Кто не знает, в Академии Жуковского Был создан отряд космонавтов Который там обучался И проводил занятия Первый летный космический экипаж Фактически Не экипаж, а как он назывался Я не помню сейчас, честно говоря Суть в том, что на окончании И получении дипломов Пришел Юрий Алексеевич Гагарин Каждому выпускнику, включая моего отца Подарил альбом Кремль Фотоальбом И расписался Роспись Юрия Гагарина хранится в моей семье А мой отец стал летчиком Царствами невестные К сожалению, его уже нет Как и многих летчиков Они очень быстро, к сожалению, уходят из жизни Это очень жалко, это очень талантливые Хорошие люди Как Юрий Алексеевич Мой отец, так и тысячи Я очень много видел космонавтов Отважные, очень умные, воспитанные А самое главное, эрудированные люди Я никогда не забуду Отец как-то проходил, когда я там в девятом классе Ковырялся с физикой Просто проходил мимо Он посмотрел на задачу и говорит Так-то, так-то Я еще 15 минут ломал голову А потом понял, что отец прав Он видел эту задачу ровно 5-7 секунд Я желаю, чтобы ваши дети были такими же талантливыми Я желаю, чтобы мы первые были не только в космосе, а везде А теперь маленький лайфхак На самом деле я порежу лимон здесь Поскольку мы его будем ездить с шашлыком И лучше всего, кстати, острым ножом Это лайфхак Я увидел замечательного повара И зовут его Лазасон Его многие знают, особенно кто в ютубе Мне очень понравился лайфхак Просто и явно это сделано Потому что человек знает и понимает смысл даже как порезать фрукты Так вот, просто сердцевина, лимона не должна остаться Все прекрасные, добрые руки Которые вы будете выжимать Пробуй, красавица, и скажи Давай попробуем Давай, давай Ну, соответственно, это все под чай, вы уже понимаете Сейчас мы чай заварим, сейчас шикую, сейчас шикую, сейчас шикую Я как профессор Ну что, студент Вы знаете, что не умеет делать моя девушка Точнее, жена Она пройти не умеет Он мне такой бы кисляк был Хуже, чем... Если бы она лимон бы съела Я бы было веселее лицо, если бы сделала что-то не так Поверьте, это на самом деле так А теперь берем детский нож Берем мясо без всякого, сало и всего остального И не нажимаем Но если мне кто-то скажет, что это не сделано неправильно Попробуйте сделать и показать то же самое На одном кадре Я надеюсь, после этого у вас все получится Всем здоровья Подписывайтесь Мы на разных каналах Вы это все видите внизу ролика Подписывайтесь Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить что-то Присылайте рецепты Оставляйте свое мнение Негативное, положительное На самом деле, любое мнение Это мнение Мы очень рады с вами общаться Извините, что я жую Ну, тестирование Ну, есть у вас там доширак Или все что угодно Жареная картошка, черная икра С удовольствием будем с вами общаться Потому что нам интересен этот формат Мы уже как бы люди взрослые И поэтому нам интересно Как же такие же люди реагируют По-разному на все это Я желаю всем удачи Приятного аппетита И обязательно попробуйте Простой рецепт Практически без всякого маринада Удачи вам А продолжение банкета Проходит уже на улице На жаре